МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели. В студии Виталий Гаврусев. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Медицинский прогресс, особый контроль и в топе первых. Беларусь вошла в тройку лидеров по доступности газа для населения в Европе. Сколько просят за 5 тысяч кубов голубого топлива? Добро пожаловать! Мэр города встретился с молодыми специалистами. Прошло все достаточно весело, интересно. Какие гарантии у новичка? В предвкушении рассвета взрослой жизни. Главное событие сезона выпускной уже на носу. Они впервые в своей жизни делают профессиональный образ. Как основательно подготовиться ко Дню Икс? Лето 2024. В Беларуси открылась первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Знаете, тут реально ты живешь. Куда уходит детство? Только с грядки. На рынках уже вовсю продают клубнику, черешню, голубику. Очень сладкое, сочное, можно попробовать. Сколько стоит сезонное лакомство? Рост преступности, экономический крах и судебная эпопея. В Нью-Йорке завершились слушания по делу Дональда Трампа. Какой вердикт? На неделе Александр Лукашенко принял участие в форуме медийного сообщества в Могилеве. Во Дворце культуры области собрались более тысячи человек. Корреспонденты, блогеры, руководители СМИ, пресс-секретари. Темой обсуждения стала роль журналиста в условиях трансформации общества. Выступая перед акулами пера, президент подчеркнул, он всегда с большим уважением относится к репортерам, понимая их труд. Однако также отметил, что подача информации не всегда должна быть радужной. Никогда не требовал фильтровать информацию, создавая в СМИ параллельные миры. Всеобщее благоденствие и замалчивание острых тем. Некоторые руководители на местах очень болезненно реагируют на вынос мусора из избы. Это плохая тенденция. Не надо прятать проблемы, не надо ретушировать. Они есть в каждой стране. Но освещать их нужно объективно, как я сказал, без критиканства и не сгущая краски. Журналисты смогли задать главе государства интересующие вопросы. Александр Лукашенко, в свою очередь, ответил на каждое обращение откровенно и развернуто. Подводя итог, белорусский лидер выразил надежду на то, что журналистское сообщество будет направлять свою работу на созидание, а не подрывание белорусского информационного поля. Вы должны видеть главное. При всех наших ошибках и недостатках, не ошибается тот, кто ничего не делает, это действительно так. При всех этих недостатках, мы должны видеть главное. Мы должны сделать все, чтобы не разрушить наш общий дом. Нам надо сохранить страну для наших детей, для наших внуков, для молодежи. В состав участников медиафорума вошла делегация из Бобруйска. 9 человек. Обозначенные президентом критические замечания не остаются без внимания. Сделаны выводы и намечена дальнейшая работа. Нам с вами, с журналистами, конечно, предстоит очень серьезная совместная работа. И то, что все сообщество побывало в Могилеве, и действительно программные задачи были озвучены, я думаю, что и до вас, и до журналистов, и до нас, органов власти, эта информация будет доведена, еще и расстребование. Так что я надеюсь на совместную плотную работу. Прошедший медиафорум однозначно расставил все точки над «и» и определил дальнейший вектор работы журналистского сообщества. Расценивая доклад белорусского лидера как объективную критику, журналисты должны заняться сглаживанием всех неровностей, обеспечить качественной и правдивой информацией медиаполе белорусского государства. Открытый диалог Мэр города встретился с молодыми специалистами сфер ЖКХ и энергетики. Беседы такого формата уже стали доброй традицией. Темы обширны от условий труда до житейских вопросов. С каждым специалистом председатель знакомится, уточняет детали, расспрашивает о дальнейших планах. Молодежь, в свою очередь, не теряет возможности, делится предложениями, озвучивает просьбы. Стараемся узнать, какие там проблемы у ребят есть, что необходимо нам, как руководителям города, сделать. Но в основном все проблемы решаются на предприятии. Самое главное то, что ребята целеустремленные, хотят работать, хотят дальнейшим учиться, но самое главное, чтобы они оставались жить и работать в городе Благоцкий. Встреча пошла на достаточно дружелюбном уровне. То есть это не была какая-то официальная встреча с руководством, с подчиненными. Это прошло все достаточно весело, интересно, нас услышали. Молодое поколение интересуется историческим наследием города. Одно из пожеланий – реконструкция Бобруйской крепости, чтобы превратить в достопримечательность популярное туристическое место на карте страны. Доступный ресурс, программа на миллион и своевременное напоминание. Не позднее 3 июня необходимо уплатить подоходный налог. Что грозит за просрочку? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Программа льготного кредитования на покупку отечественных товаров продлена до конца 2025-го. Всего по ней заключено более 35 тысяч договоров на 177 миллионов рублей. Такой подход стимулирует развитие розничной торговли, в том числе в регионах. Под программу попадают продукции белорусских производителей, например, деревянные изделия для строительства домов, бытовая техника, мебель, мото- и велотовары. Перечень регулярно расширяется. Беларусь вошла в тройку лидеров по доступности газа для населения в Европе. За одну среднюю зарплату в республике можно приобрести 5 тысяч кубов. Первое и второе места заняли Казахстан и Россия. Замкнули топ-5 Люксембург и Великобритания. Наименьший объем голубого топлива имеет возможность купить жители Молдовы. Инспекция Министерства по налогам и сборам напоминает, не позднее 3 июня необходимо уплатить подоходный налог. Внести средства можно через интернет-банкинг, в том числе в личном кабинете, через инфокиоск, в любом отделении банка или на почте. К слову, с 1 июля вводится обязанность для всех ИП предоставлять декларации по установленным формам в электронном виде. Белорусские медики освоили новый метод протезирования. В республике появилась возможность вернуть к полноценной жизни пациентов с проблемой плечевого сустава. По времени процедура занимает около 3 часов. Уникальный протез дает возможность для большего движения, о диагнозе можно полностью забыть. Еще один неоспоримый плюс – подобные операции проводят бесплатно. БЖД назначило дополнительные поезда на время проведения Славянского базара. С 8 по 16 июля составы будут курсировать в сообщении Витебск-Москва и Минск-Витебск. Интерьер вагонов будет оформлен с использованием символики фестиваля, а в пути исследования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятий. Не сбавляя темпов из года в год, Бобруйск несет почетное звание города для жизни в подтверждении оценка республиканского масштаба. По итогам смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за 2023 Бобруйск на первом месте. В год качества финансирования на реализацию госпрограммы по охране окружающей среды более полутора миллиона рублей. В планах на 2024 высадить более 650 тысяч цветов, восстановить порядка 4 гектаров газонов. Благодаря профессионалам своего дела Бобруйск зеленеет на глазах. На сегодняшний день выполнены работы по посадке цветов порядка 250 тысяч. Ведутся работы по покосу комбинированных газонов, а также обрезки санитарных деревьев, удалению аварийных инвазивных видов. Посадки цветов будут производиться до конца июля месяца 2024 года. По коз до самой поздней осени удаление обрезка деревьев будет производиться круглогодично. Активно продолжается и обновление дорожного покрытия. Работники ЖКХ укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюрный камень. Вместе со стандартными кирпичиками для удобства людей с ограниченными возможностями используется тактильный материал. И зимой и летом не бывало их ждать чудес. В Беларуси этим летом оздоровятся 393 тысячи детей. По всей стране организовано более 6 тысяч лагерей. Требования к безопасности, питанию, содержанию программ, воспитания очень серьезные. На открытие смены побывала наша съемочная группа. Вот и зазвучала симфония лета, а это значит наступает пора детских лагерей. Их ждет впереди новые знакомства, масса впечатлений и яркие эмоции. 1 июня утро с 8 часов подъехать к лагерю мечта проблема. С двух сторон все занято, а это значит только одно. Учреждение принимает первый в этом сезоне заезд. Солнечная погода еще больше поднимает настроение. Главная цель провести лето не только весело, но и полезно. Хочу, чтобы после лагеря у детей только были хорошие впечатления, чтобы они на следующий год тоже захотели сюда ехать. И хочу вам сказать, что в основном дети, я вот вижу знакомых, потому что здесь работаю почти каждый год, вижу детей, которые с года в год подрастают, на моих глазах приезжают уже взрослые. Мечту выбирают душой и сердцем. Воспитанниками лагеря становятся не только бобручане, но и подростки с Минска. Здесь находят друзей, соратников, а иногда и первую любовь. Дети под присмотром, и у них тут и свежий воздух, и питание, все, как говорится, налажено, и будут коммуницировать детки, то есть, ну, хочется, чтобы они научились, чтобы он научился общаться со своими сверстниками без присмотра родителей, чтобы он научился выстраивать взаимоотношения с детьми, то есть, сну, и это, конечно, важно. Акцент в этом году на гражданско-патриотическом воспитании. Качественная работа – залог хорошего результата, ведь детей не подкупишь. Взрослый должен быть не только настоящим другом, но и находиться на одной волне. Это жизнь. Знаете, тут реально ты живешь, ты просыпаешься, утром у тебя начинается зарядка, завтрак, и пошли мероприятия, спорт, футбол, волейбол, какие-то прикольчики с детьми. Ну, вот тут саможиваешь и становишься таким молодым, веселым таким же всегда, тут на позитиве. Очень люблю это место. За безопасность отвечают профи. За несколько дней до открытия территорию обработали от клещей и других насекомых. Первым делом площадки осмотрели специалисты. Только после их вердикта двери лагеря вспахнулись. Предписания выдавались еще в прошлом году. О ходе выполнения предписаний информировались органы исполнительной власти. председателем исполкома в том числе инспектировалась подготовка самого лагеря. То есть 10 мая был совместный выезд. Смотрели непосредственно на месте, как выполняется, как лагерь готовится к приему детей в 2024 году. Приезду первой смены готовиться начали еще в январе. Мебель белорусского производства местит все, без чего подростки не мыслят жизни. Все, что запланировали и задумали, мы сделали. Всегда пытаемся их удивить. Для того, чтобы у них отдых был не просто пребыванием здесь определенного времени, а чтобы было интересно. Естественно, будем пытаться удивить в этот раз. Из новшеств можно отметить, что за счет средств, выделенных из городского бюджета, мы существенно укрепили материально-техническую базу, в частности приобрели несколько единиц кухонного оборудования, поэтому в этом году наша пища будет вкусная и здоровая, а еще будет и полезная. Сильно переживающие родители могут выдохнуть спокойно. с первых минут здесь завязываются знакомства, все под присмотром, в тепле и комфорте, накормлены и заняты полезным делом. Я нашел много новых интересных друзей, которые подходят по моим интересам, с которыми интересно общаться. Мне нравится мечта, потому что здесь произвели недавно ремонт, здесь хорошие корпуса, тепло, не холодно. А какие у тебя уже впечатления о лагере? Хочешь ли ты, может, в другой лагере или только мечту? Сначала я ездил в другой лагерь, а потом, когда приехал в мечту, мне сразу она понравилась. Я ездил на третью смену и два раза на первую. На первой смене хорошо, как и на всех. Игра игрой, а обед по расписанию, свежие овощи, вкусная еда и, конечно, заряд энергии. Ведь впереди новые истории, спортивные и развлекательные мероприятия и море незабываемых впечатлений. А мы, конечно, еще не раз проведаем наших ребят. Никита Швайковский, Максим Калинин. Итоги недели. ЧКП организма набирает популярность среди бобруйчан. Ежегодно сотни горожан проходят плановый осмотр. Спина, давление, суставы. Топ симптомов, с которыми обращаются к медикам. При первичном осмотре врач обращает внимание на детали, опрашивает пациента. Дальше назначение, обследование, лечение. Диспансеризация включает в себя комплекс медицинских мероприятий, направленных на провокацию здорового образа жизни, на проведение медицинской профилактики, на определение групп диспансерного наблюдения и, конечно же, воспитание ответственности у наших граждан за свое здоровье. В Беларуси действует инструкция о порядке проведения диспансеризации. Согласно документу, пациента первоначально осматривают врачи. Список узких специалистов и обследований будет индивидуальным. Все зависит от состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хронических болезней. Доказано, регулярное прохождение диспансеризации позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний. Одиннадцатиклассники предвкушают, родители нервничают. Впереди главное событие сезона – выпускной. Времени почти не осталось. Успеть подготовиться нужно на все сто процентов, чтобы событие отпечаталось в памяти приятным воспоминанием, а не кошмаром. О всех тонкостях Юлия Вернер. Скажите сыр. Готовиться к выпускным школьники начинают чуть ли не в сентябре. Один из главных этапов – выпускной альбом. Коллекция снимков призвана увековечить памятные моменты и дорогих сердцу людей. Однако, не все так просто. Найти специалиста – настоящий квест. Соцсети пестрят аккаунтами с профессионалами своего дела, как море рыбами. Чтобы не тратить последние нервные клетки, можно обратиться в студию, которая специализируется исключительно на тематических фотосетах. Обычно в двух этапах – это портретная фотосессия, мы каждого ребенка фотографируем на портрет, и еще есть уличная фотосессия, это вторая. Также они фотографируются и в студии, и на портреты, и общими, и сами на телефон фотографируются, все у них, в их распоряжении полностью зал. Популярной стала получается фотосессия в стиле 90-х, вот это тоже каждый год фотографируется. Ночные съемки мы тоже сделаем, фотографируемся возле молодежного парка. Ну, последняя у меня фотосессия была в стиле Гавайи, в гавайских рубашках, гавайские цветы. Икона стиля, головная боль всех выпускников, образ. Перед торжеством необходимо обойти десятки бутиков, чтобы отыскать заветный наряд. Если с молодыми людьми все понятно, главное, чтобы костюмчик сидел, то для девушек поиск платья оборачивается настоящим испытанием. Множество тканей, фасонов и цветов, как из бесчисленного многообразия выбрать то самое. Если мы обратим внимание, то у платья такая гладкая фактура, струящаяся, гладкая, похожая на атлас. И в прическе я также передала фактуру платья, и мы сохранили эту гладкость. Пронзительный взгляд. Важная часть выпускных сборов – макияж. Главное правило – гармоничное сочетание мейка и образа. Несмотря на то, что лицо – полотно, на котором можно твориться размахом, перебарщивать все же не стоит. В топе натуральность, нежное сияние кожи, спокойные оттенки, легкий румянец. Не покидают тренды графика смоки-айз и металлик. Выпускница – это все-таки определенная категория клиентов. И чаще всего, в 95, наверное, процентах случаев, они впервые в своей жизни делают профессиональный образ у специалиста. И здесь важен такой момент, конечно же, не перегрузить прической, макияжем юное лицо девушки, и тем более не придать лишних 5-7 лет. Упругий завиток завершает образ, конечно же, прическа. Стилисты советуют присмотреться к неизменной классике гладким пучкам и хвостам. Если брать прически, то это волны в стиле Голливуд могут быть, или также объемные укладки, каскадные в стиле 60-х. Песни и пляски. Ведущий – залог веселого и интересного торжества. Именно он задает тон. Профессионал поможет определиться с тематикой праздника «Лихие 90-е» или «Великий Гэтсби». И это далеко не единственные варианты. На его плечи ложатся основные заботы, развлекательная программа и, конечно же, отличное настроение. Мы в самом эпицентре выпускного лицея 15-80. Здесь клевые ребята! Ребята, все руки вверх! Что передаете своим одноклассникам? Что пожелаете? Ничего! Приятного аппетита! Неотъемлемой частью выпускного вечера становится праздничный фуршет. Дабы не тратить силы и энергию, услуги по обслуживанию может предоставить кейтеринг. Необходимо согласовать меню за несколько месяцев и в самый важный день столы будут пестрить разнообразием вкусных блюд. Огромная экономия времени, огромная экономия даже денег, потому что для того, чтобы приготовить большой ассортимент закусок, нужно закупить много продуктов, а израсходовать совсем мало. Это отсутствие грязной посуды во время приготовления в процессе потребления пищи. Тарталетки, популярные брускетты, различные рулетики, как-то не выделить что-то. Да, максимально люди выбирают максимально знакомые себе продукты, какие-то там экзотические виды или названия, они не очень пользуются популярностью, Новый этап. Школьный выпускной событие, которое бывает раз в жизни, поэтому важно, чтобы от него остались исключительно положительные впечатления. Своевременная подготовка, начиная от мелочей и заканчивая основными пунктами, позволит сделать праздник на все сто и наполнить сердце приятными моментами. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Итоги недели. Ягодка к ягодке, на сезонные овощи и фрукты на городских рынках наблюдается ажиотаж. По признанию самих продавцов, самый пик всегда приходится на конец рабочей недели и выходные. Бобручане спешат за свежим и натуральным. Ассортимент и прейскурант разнообразен. В зависимости от сорта помидоры от 5 до 15 рублей за кило, огурцы от 2,5 до 5, капуста 2 рубля в среднем, ароматный укроп обойдется за рубль. Самой желанной ягодой завалены все ряды. За килограмм просят от 7 до 25. Разница в сортах и размерах. Мы сами хозяева, мы давно уже приехали в Белоруссию, живем здесь, в Белоруссию. И каждый день, через день мы ездим за товаром. Я сама продаю этот товар. У нас всегда свежий товар, это первый. Огурцы из Пинска, краснодарские, можно сказать, с помидори, но это пинские, так что мои покупатели все довольны. Это самое главное, что у меня есть свои покупатели, сами приходят, сами выбирают. Самое главное доверие. У привередливого покупателя свой райдер, кому-то подавай товар с конкретного района, кому-то важны принципы выращивания. Очевидно одно, предложение найдется на любой вкус и кошелек. Прогрессивный марафон, усатый спортсмен и ставка на криминал. Рост преступности ожидается в Париже в период Олимпийских игр, чего боятся правоохранители. Далее громкие заголовки мировых новостей. Великобритания терпит экономический крах и находится в худшем положении за последние 70 лет. Такую информацию предоставил в своем отчете Институт финансовых исследований Лондона. Основная причина огромные пакеты помощи и постоянное наращивание военного контингента. Также в государстве наблюдается застой во многих отраслях. Из-за постоянных политических кризисов произошла рекордная девальвация фунта стерлингов. Рост преступности ожидается в Париже в период Олимпийских игр. Правоохранители уверены, тысячи сотрудников внутренних сил может быть недостаточно. Список возможных правонарушений внушительный. Полицейские опасаются кибератак, карманных краж, а также актов насилия. В сложившейся ситуации обвинения полетели в сторону приезжих. Французы уверены, неблагоприятная обстановка связана с увеличением числа туристов и распитием ими алкоголя. В Нью-Йорке завершились слушания по делу о незаконной выплате отступных, которую Дональд Трамп произвел из своих избирательных фондов. Против экс-президента ведется без малого шесть процессов, однако до выборов завершатся один-два. К слову, нынешняя предвыборная кампания стала самой дорогой в истории США. Две главные партии уже сложили в нее 15 миллиардов долларов. Объединенные Арабские так и наземную окружающую среду, а также занимаются развитием технологий повышения устойчивости и качества воздуха. Кроме того, в рамках программы в государстве построят более 200 новых парков, создадут новые объекты охраны дикой природы и внедрят концепцию 20-минутной доступности. Реализация планов пройдет в три этапа с 2024 по 2033 годы. Кота из Китая обучили ездить на скейтборде, теперь он бьет мировые рекорды. Пушистый прокатился на доске 10 метров менее чем за 12 секунд и попал в книгу рекордов Гиннесса. По словам хозяина, на тренировки ушел всего год. К слову, до катания этот питомец уже умел выполнять ряд трюков. Сидеть, встряхивать лапами, притворяться мертвым, переворачиваться, прыгать, проходить через обручи, нажимать на дверные звонки, толкать катящиеся бочки, вести баскетбольный мяч и ловить мышей. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ 360 и я Виталий Гаврусев. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин